Привет-привет! Это фавориты января. Ура-ура-ура! Поздравляю вас с наступившим 2018 годом. Я желаю, чтобы он у вас был супер продуктивным, супер счастливым. Надеюсь, что вы наконец-то вышли из этого периода переедания, перепивания, гулянок и ничего не делания. Что вы уже в строю, в рабочем настроении. Что касается меня, мой январь был очень пассивным. Он был полностью про отдых, про релакс. И поэтому у меня очень много фаворитов касательно моего, скажем так, досуга. И очень мало декоративных фаворитов, но все-таки они есть. Поэтому я вам хочу про все, про все скорее рассказать. И фавориты января, поехали! Я уже сказала, в январе я очень много отдыхала. Я практически не работала весь январь. И достаточно много времени проводила дома. Я читала, смотрела сериалы, кушала, ходила в зал и спала. И вот как бы спала, это было одно из самых главных и самых любимых моих занятий. Знаете, раньше я очень любила рано ложиться и рано просыпаться. У меня был очень классный режим, когда я засыпала около 10-11. И просыпалась около 6 утра. И это было просто супер круто. Я надеюсь, что вот с наступлением весны я вернусь вот к этому режиму. Потому что сейчас, конечно, это сложно сделать, да. Ты, скажем так, просыпаешься, а там очень-очень темно. И тебе кажется, что вчерашний день еще не закончился. Вот, поэтому вот с наступлением весны, честно себе обещаю, вы свидетели к тому, что вернусь к этому режиму. Я для себя поняла, что утро это одно из самых продуктивных периодов в течение дня для меня. Вот, но опять-таки, у каждого человека свой организм, он по-своему себя ведет. Поэтому, возможно, вы, например, наоборот, более продуктивны ночью. Это вообще не про меня история. Но была, кстати, когда я училась в университете. В общем, очень долгое прелюдие. Следующий, вот мой первый, точнее, фаворит, он как раз-таки связан со сном. Это такая чудесная гелевая маска, которую я пользуюсь уже на протяжении двух месяцев. Очень классная штука. Вот тут гелевые шарики, вот они вот так вот двигаются, как вы видите. Я, как уже сказала, очень люблю спать. И у меня со временем сложился свой какой-то вечерний ритуал, который меня готовит ко сну. Мне кажется, очень важно именно морально и физически подготовиться ко сну, чтобы тело настроилось на то, что мы сейчас будем спать, что мы сейчас будем отдыхать, восстанавливаться. И у меня есть несколько каких-то таких вот ритуалов. И вот в этом месяце я очень активно использовала один такой вот ритуал практически каждый вечер. У меня есть такая вот прекрасная программа, называется «Релакс». О ней я уже говорила очень-очень давно. Это такая программа, которая помогает вам создавать какую-то мелодию или это отдельные какие-то звуки, то есть белый шум, там, не знаю, шум леса, шум воды. Ну, в общем, вы понимаете. И вот эти вот все звуки, да, соответственно, должны вам помогать засыпать. Также в программе есть офигенная функция. Это таймер на 30 минут. И, в принципе, 30 минут всегда хватает, но лично мне, чтобы я полностью провалилась в сон. Соответственно, через 30 минут программа, ну, как бы выключается, да, и вы спокойно спите, ваша зарядка не страдает. Так вот, я обычно нагреваю эту маску. Эта маска имеет два способа применения. Она может быть теплой, она может быть холодной. Вот я ее обычно в микроволновой печи нагреваю где-то 40 секунд и с ней засыпаю. Обычно так получается, что когда я чувствую, что я проваливаюсь в сон, вот этот вот период, я ее как-то так это вот с себя снимаю. Как-то она вот у меня оказывается где-то, утром она рядом где-то лежит. Из видео в видео я ною о своих волосах, о том, что у нас с ними сейчас сложный период, и я всячески пытаюсь их отрастить. Ною об этом постоянно в Инстаграм, и, по-моему, все уже, все-все-все вокруг уже знают, что я страдаю. Ну, как говорится, у кого что болит, тот о том и говорит. Вот. Сейчас я пытаюсь очень мало их травмировать, да, принимаю всякие витаминки, делаю различные маски с использованием различных масел. Вот. Напишу о своих результатах, когда увижу их во всей красе. Вот. И что касается как раз-таки одного из видов травмирования волос, это покраска, да. Я очень редко крашу свои волосы, честно говоря. Всю длину волос я, в принципе, крашу, наверное, один или два раза в год. Мне очень нравится вот этот вот эффект, когда волосы начинают выгорать, 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 свет смывается, да, и очень интересный оттенок получается. Что касается корней, конечно, тут приходится чаще это делать, потому что я счастливый обладатель седых волос, причем уже достаточно давно генетика она как бы свою берет. Вот. Поэтому корни я крашу где-то раз в два-полтора месяца. Вот так вот. Соответственно, чтобы не красить их чаще, у меня есть такая палочка-выручалочка. Она у меня относительно недавно появилась, я безумно ее люблю теперь. Это вот такой вот тонирующий спрей от L'Oreal. Есть в нескольких цветах. В принципе, цветов не очень много. У меня каштановый, есть еще черный, ну и, соответственно, светлее есть для русых и блондинок. Вот. Чудесная такая штука, напоминает сухой шампунь. Распыляйте ее именно вот на местах, куда вам надо, скажем так, на корни, да. Не знаю, как это сработает с очень сильно отрошенными волосами. Все-таки у меня цвет моих покрашенных волос и цвет моих натуральных волос, которые отрастают, не очень сильно отличаются. Вот, поэтому я наношу именно вот на седину после того, как помыла и высушила волосы. И расчесываю расческой, ну вот, прям вот, метод применения такой же, как с сухим шампунем. Вот. Вот, держится очень круто, мне реально помогает. Прям вообще, очень советую, если вы тоже страдаете от, скажем так, седины, да, и очень быстро у вас растут волосы и отрастают корни, советую попробовать. Вы не поверите, но с бьюти-фаворитами мы закончили. И переходим к моей любимой части видео, как обычно. Это другие фавориты. И начну я с книги. Вообще, в последнее время очень много читаю книг, именно, связанных с модой, с фэшеном, в общем-то, с тем, что я очень люблю. Читаю много статей, блогов. Вот, думаю, может быть, сделать какую-то даже подборку того, что я нахожу нужным и интересным для также любителей моды. И вот мой фаворит. Следующий, это прям такое для меня было открытие. Это книга «Гарантс Дуре». Такая чудесная книга. Думаю, что если вы тоже интересуетесь модой, в Инстаграме часто видели, она очень популярная. Книга «Любовь, стиль, жизнь». Написано, как будто вы разговариваете со своей лучшей подружкой, и у вашей лучшей подружки очень хорошее чувство юмора. То есть, автор, она блогер, иллюстратор, фотограф, в общем, такая очень деятельная француженка. Книга очень красивая. Она сопровождена ее фотографиями, иллюстрациями. Ну, в общем, она эстетически очень приятная, да, визуально. И написана действительно очень легко, очень просто. Про жизнь, про девчачью жизнь, про жизнь в сфере моды. Я прям ее, знаете, залпом сначала хотела прочитать чуть ли не за один день, а потом я поняла, что это удовольствие нужно все-таки немножко растянуть, смаковать. И вот я ее читала в течение недели где-то. Она мне очень вдохновила. Я думаю, что если бы я когда-нибудь написала книгу, она была бы плюс-минус вот в этом стиле. Очень приятно, что автор как-то задорно пишет о каких-то казусах, о каких-то вот таких, знаете, очень жизненных ситуациях, которые, мне кажется, со всеми с нами, с девушками происходят. Вот. Классная такая, знаете, есть такое понятие table book, да, то есть классная такая книжка даже просто, чтобы ее куда-то себе положить, периодически листать, смотреть и вдохновляться. Поговорим про сериалы. В январе было очень много сериалов, я их даже выписала, потому что многие меня очень, скажем так, задели за живое, заставили задуматься, на что-то взглянуть по-другому. И начну сериала, скажем так, начну не с нового сериала, а сериал под названием «Черное зеркало». Просто must-have к просмотру. Всем-всем-всем его советую. Мне кажется, что уже многие о нем знают. В январе вышел новый четвертый сезон, который состоит из восьми серий, каждый идет около часа. Вообще весь сериал... Две вещи мне очень нравятся. Это новизна, и это то, что серии между собой не связаны, там постоянно разные актеры, то есть вы можете начать смотреть с абсолютно любой серии. Маленький спойлер, очень не советую начинать с первой серии первого сезона, она достаточно такая мерзкая, и может у вас отбить абсолютно желание смотреть этот сериал, а он достоин действительно вашего внимания. Поэтому начните с любой другой серии. Можете просто четвертый сезон посмотреть. О чем сериал, да? Сериал, скажем так, слегка фантастический, рассказывает про ближайшее будущее, про то, как технологии будут влиять на нашу жизнь. Но он, скажем так, не фантастический такой, типа, знаете, мы в космосе, инопланетяне. Нет, он такой вот прям, вот наша повседневная жизнь только с новыми технологиями. И знаете, есть несколько серий, о которых я вот постоянно думаю, постоянно провожу аналогии с реальной жизнью. Была очень классная статья, если найду, оставлю вам в описании. Там рассказывалось, в принципе, про вот этот сериал, про четвертый сезон, и про то, как некие вещи в нашей реальности уже были предсказаны создателями сериала. Это, конечно, страшно, когда ты действительно смотришь и понимаешь, что, черт, это вот действительно может произойти, и это произойдет вот прям со мной, с моими детьми. Поэтому просто вау! Сериал вау! Я вам очень-очень советую его посмотреть. Еще один такой, скажем так, темный сериал, очень нашумевший тоже сериал со звездным таким набором актеров, да, главных героев. Сериал называется «Большая маленькая ложь». Это некий триллер. Он состоит из семи серий. Тоже каждая серия где-то идет по часу. В принципе, советую вам посмотреть его за один день, если у вас есть столько времени. Начну с того, что сериал невероятно красивый. Вот просто даже, не знаю, вот мне, например, важно не только посмотреть какую-то интересную историю, но и то, как снять сериал, насколько я визуально получу удовольствие от него. Сериал очень красивый. Там играют очень красивые актрисы. Очень много знакомых лист, практически все. Вот. Единственное, мне показалось немного таким вначале отталкивающим моментом, это то, что сериал очень долго раскачивается. Нужно прям очень долго вникать, скажем так, чтобы чуть-чуть хотя бы понять вообще, как будет история развиваться. При этом сериал рассказывает буквально про события двух недель плюс-минус. Ну, окей, я, конечно, тут преувеличивала, но двух месяцев, наверное. То есть он прям вот про жизнь сейчас. Вот. Конец сериала меня прям удивил. То есть, в принципе, с самой первой серии все ведет к тому, что расследуется некое убийство, да. Но по мере как бы развития сюжетной линии из серии в серии ты каждый раз думаешь, блин, вот это, наверное, убило вот этого. Нет, вот она, наверное, вот этого убила. Черт, появился еще какой-то там герой. Наверное, его убили. В общем, это реально очень интересно. Я, в принципе, не фанат таких детективных историй, да. Может быть, кто фанат, сразу поймет, в чем там дело. Вот. Но в любом случае, когда я его досмотрела, то сначала действительно было как-то нудно. Но потом где-то серия с четвертой, я как бы так это втянулась. Вот. И сериал заканчивается прям вау. И просто, типа, серьезно, очень неожиданно. Вот. Будут снимать второй сезон. Хочу немножечко, скажем так, в дополнение сказать, что в сериале играет Рис Уизерспун. И на данный момент она одна из самых влиятельных женщин в Голливуде. И очень прикольно посмотреть, знаете, ее в образе не вот этой вот блондинки в розы, да, которая, мне кажется, в главах многих закрепилась, да, в подсознании, а увидеть прям вот состоявшуюся такую взрослую актрису. Она также, по-моему, будет принимать участие в сценарии, да, в написании сценария, то ли режиссирование вот как раз-таки второго сезона. Последний сериал, о котором я вам хочу рассказать, называется «Удивительная миссис Мейзл». Это комедийный сериал, который вышел прям в конце 2017 года. Пока отсняли только первый сезон. Он состоит из восьми серий. Серия идет, по-моему, 30-40 минут плюс-минус. Вот сериал, вот этот сериал захватывает прям с первого момента, вот с первой сцены. Он очень забавный, и мне очень нравится то, что действия сериала происходят в конце 50-х годов. И, знаете, это такое, в принципе, для меня одно из моих самых любимых периодов в истории, мода того времени, роль женщины, как она, скажем так, развивалась, как она отстаивала свои права и так далее. Но там феминизма не очень много, скажу вам сразу. Он такой, знаете, скрытый. Сериал рассказывает про еврейку, которая живет на Манхэттене, такой жизнью просто идеальной женщины тех времен. То есть она такая идеальная жена, у нее двое детей, прям муж, и вот она вся такая обеспеченная, вся такая умница-разумница. Вот, и в какой-то один прекрасный вечер все это катится к чертям, муж от нее уходит, и она учится выживать, скажем так, в мире самостоятельно. И так с волей судьбы получается, что она находит себя в комедии, в стендапах, и начинают события развиваться. Сериал очень классный, главная героиня просто, она в себя влюбляет, вообще невероятно. Вот, и мне кажется, сейчас так много всяких, знаете, каких-то вот таких темных сериалов. Этот прям светлый, легкий, девчачий, красивый, очень мой фаворит. Вы можете найти по ссылке в описании. И это концерт Элвана с синфоническим оркестром, который проходил в конце прошлого года в Крокусе. И вообще я очень люблю Элвана, творчество этого исполнителя. В 13-м году давным-давно, когда он еще не был таким популярным, я была на его концерте в Известиях Холл. То есть, чтобы вы понимали, да, Известиях Холл и Крокус как бы. И в этом году, в 18-м, у него будет концерт в Олимпийском. И это так круто видеть, как артист реально растет. И, скажем так, это происходит на твоих глазах. Там во время концерта в Крокусе был представлен альбом «Гравитация», многие композиции с этого альбома. И старые полюбившиеся песни. Очень советую вам посмотреть вообще этот концерт. Я никогда не смотрела ничьи сериалы, честно говоря, для меня это было что-то новенькое. Но после того, как я посмотрела, вы не поверите, концерт идет 2 часа, из которых, наверное, полтора. Я прям честно сидела и смотрела, как фильм. Он настолько наполняет вот каким-то вдохновением, драйвом. И вот просто хочется танцевать, хочется прям вот петь уже заученные наизусть песни. И это так красиво, то, что, скажем так, хип-хоп, рэп идет в миксе с симфоническим оркестром. Вот эти вот как бы звуки. И вообще прям... И ты смотришь, и ты видишь прям, насколько даже люди в зале, прям вот они на волне, знаете. Это очень круто. Я очень жалею, что я не пошла на этот концерт. Но, к сожалению, никто из моих друзей не слушает Элвана, не является его ярым поклонником. Вот. Но я себе пообещала, что в этом году я пойду, даже если одна, даже если никто со мной не пойдет, я обязательно-обязательно должна буду сходить на его концерт. И, в общем-то, из этого вытекает мой музыкальный фаворит января. Это как раз-таки альбом «Гравитация», альбом Элвана, очень многие композиции, которые для меня открылись как раз-таки после просмотра его концерта. Еще один мой музыкальный фаворит это исполнитель, песня которого является одним из саундтреков к сериалу «Большая и маленькая ложь». Как я уже сказала, сериал очень красивый и с точки зрения музыки тоже очень красивые саундтреки у сериала. Песня называется «River». Она безумно романтическая, просто прям вау-вау-вау зажигать свечи и признаваться в любви, честно. И вообще, в целом, весь альбом исполнителя, его зовут Леон Бриджес, альбом называется «Coming Home», он очень красивый, просто прям вообще очень советую вам послушать. Он действительно для таких вот осенне-зимних каких-то вечеров, когда можно зажить свечи, полежать в ванной, просто наедине с самим собой, как-то помечтать. Что ж, это были все мои фавориты за январь. Мне не терпелось с вами поделиться. Действительно, хорошие вещи, почему бы не поделиться. Они скрасили мой январь, все сериалы, музыка и всё-всё-всё, о чём я вам только что рассказала. Наверное, видео будет очень долгим, не знаю. Вот. Что мне хочется вам пожелать? До календарной весны остался всего лишь один месяц, коротенький февраль, поэтому я вам уже советую готовиться к весне, мечтать, составлять планы, знать, что скоро будет солнце, сухой асфальт, что скоро всё будет хорошо, да и уже всё хорошо. Так что, будьте на вот этом позитиве, в ожидании чего-то прекрасного. Мне кажется, в этом тоже есть некая магия, когда ты просто в ожидании чего-то. Вот. Так что, я вас крепко обнимаю, целую и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok